Привет, мои дорогие зрители! Очень рада вас видеть! В этом видео я вам расскажу о своих румянах. Кто-то меня когда-то просил снять видео про румян, но на самом деле я долго решалась, потому что, по сути, мне как бы вот вам особенно показать и рассказать нечего. Я небольшой поклонник румян, достаточно как бы редко ими пользуюсь. Но вот у меня есть такая крохотная-крохотная коллекция, и румяны все очень-очень недорогие. Если честно сказать, у меня никогда не было дорогих румян, ну, потому что я говорю, потому что я как бы очень редко ими пользуюсь, и не вижу там для себя смысла тратить какие-то деньги, чтобы покупать румяна дорого. Так, давайте я начну, наверное, наверное, вот с таких вот румян. Вот фирма L'Oréal. Сейчас покажу, как выглядит цвет. Что-то сфокусируется. И номер это, знаете, какой, какой, какой номер? Не знаю, какой номер. Попробуйте рассмотреть сами. Наверное, вот сверху 120 вот это вот, что ли. Непонятно. В общем, короче, никогда не могла найти какой тут номер. Не суть. Румяна мне нравится очень. И по качеству, и по цвету. Такой вот у них нежненький-нежненький цвет. Он очень-очень на коже смотрится деликатно. Его практически не видно. Вот можете видеть, что его практически не видно. Вот так он выглядит над пальцами. Сейчас камера сфокусируется. В общем, короче говоря, очень мне нравится. Наносится отлично, без всяких пятен. Цена его... Ну, сколько вот этот бронзер, господи. Сколько эти румяна от L'Oreal могли стоить? Наверное, рублей около 300-400. Тоже вот что-то типа того. Вообще, на самом деле, никаких претензий нет. Иногда пользуюсь. Вы видите, что у него не особо так вот активно. Но у меня просто есть любимые румяна, которые просто затертые до дыр. И я им расскажу о них позже. Так что, если кому-то нужен более-менее бюджетный вариант с красивым цветом, вот могу вам точно посоветовать вот эти вот от фирмы L'Oreal. Так, следующий румяна. Фирма Bourjois. Номер тут я, кстати, могу запросто прочитать. 15-й розы, кладь называется. Вот здесь вот написан цвет. Цвет мне нравится. Цвет, в принципе, меня как бы устроил и когда я их выбирала. И сейчас он меня, в принципе, тоже радует. Но знаю, что поклонников у этих румян немало. Но я уже очень-очень долго не могу к ним приноровиться. На мой взгляд, они очень сильно спрессованы. И ими очень пользоваться все-таки для меня сложно. Вот, кстати говоря, можете обратить внимание, что здесь исцарапанная поверхность. Это я их или ногтем, или каким-нибудь таким остреньким предметом постоянно пыркал-пыркал, чтобы хоть как-то нанести на лицо. Потому что я вам сейчас покажу. Потому что вот если так просто как пользоваться, как обычными румяными цвета, в принципе, практически... Ну, не знаю, видно, не видно. Ну, как бы очень такой, очень легкий цвет. Поэтому я, собственно говоря, к ним вот в использовании именно особенно не приноровилась. Поэтому они остаются для меня все же, ну, такими, знаете, румянами под большим-большим вопросом. Хотя я думаю, что поклонников все-таки вот у... Именно румян буржуа достаточно. Несмотря на это, буржуа мне, в принципе, фирмы очень нравится. У меня есть пудра. Я ее очень довольна покупаю уже не один год. Но вот как-то с румяном у меня почему-то не сложилось. Так, еще одни маленькие румяшки, которыми, когда я заказывала их, это фирма Ифраше, я ими пользовалась. В принципе, только ими и пользовалась. Цвет кожи на лице у меня очень светлый. И мне как-то не всегда очень не хочется, чтобы у меня вот эти, знаете, акценты были именно такие от румян. Очень нежный цвет. Мне кажется, идеально подойдет для девчонок, у кого светлые волосы, для блондинок. Очень нежненький, очень приятненький. По качеству я лично считаю, что качество у него очень-очень хорошее. Ну, как бы никаких вообще проблем с нанесением. Такой красивый цвет. Очень красиво, кстати, смотрится, когда глаза накрашены розовато-фиолетовой гамме. Вот эти румяна великолепно смотрятся. Так, цвет называется Роуз Балала. Не знаю, читайте сами. Сложно для меня прочитать. Какие-то сложные слова на английском. Вот, поэтому если вы как бы ищете такую достаточно вот бюджетную какую-то косметику, румян, то вот запросто можно, в принципе, использовать такой вот. У меня от них достаточно такой положительный. Объем, сами видите, тут совсем крохотный. 3,6 грамма. Но я им долго пользовалась. Мне, в принципе, надолго хватило. Так, дальше. Я вам, наверное, покажу две румяшки, которые я год назад, по-моему, год или, может, даже полтора купила в Таиланде. Это были абсолютные вообще подделки. Стоимость их была что-то, если на наши пересчитать, в районе 100 рублей. Ну, я не знаю. Ну, просто мне захотелось. Господи, что тут говорить? Просто мне захотелось. Подделка фирмы Нарс. Выглядит вот таким образом. И вот такой вот цвет. Слегка такой вот он розово-рыжий, наверное. Качество ужаснейшее. Ужаснейшее. Какие-то крупицы в самих этих румянах. Ну, цвет ничего, да. Но я не пользуюсь. Я купила вот, ну, серьезно, как бы ради прикола. И поэтому номер, вот тут, если кому-то вдруг понадобится, номер 01. Вот, также ради прикола я там же купила Sivana Colors Brush, называется. Тоже что-то в районе там 100 рублей. Смотрите, какой цвет. Он просто нереальный. Какой-то неоново-розовый цвет. Камера сейчас передает его раз в 10, наверное. Как бы не настолько интенсивно, насколько он есть. Сейчас попробую вам на сводчике это передать. Я им как румян... Я им как, вернее, румянами, я им не пользуюсь. Вы видите, как пятнами, да, наносятся. Вот совершенно точно так же на лице. Вот такие пятна. Как румяными не пользуюсь. Исключительно, знаете, если мне нужно какие-то розовые акценты на глазах добавить. То есть для ясности взгляда точками наношу. И, в общем-то, ничего. Ну, конечно, как румяными, ну, смотрите, прям кусками-кусками все. Вот, абсолютно. Ну, конечно, да. Качество, мам, не горю. Так, что еще, что еще. В свое время тоже покупала, очень увлекалась тенями фирмы ВОВ. Очень нравились. Купила вот такие вот тени тоже фирмы ВОВ номер 0113. Но как тенями тоже не часто ими пользовалась. Пользуюсь и до сих пор ими пользуюсь, как румянами. Цвет просто отличный. Имеет в своем составе такие блесточки, шиммер, не знаю даже, как назвать правильно. На скулах смотрится вообще отличнейшее просто. Настолько освежает, настолько придает каким-то вот естественный румянец сверкающий такой. Отлично, короче, смотрится. Вот ничего не могу сказать. Поэтому и стоимость тоже очень такая прям бюджетненькая-бюджетненькая. Достаточно прям одного буквально прикосновения кисточкой к румянам. И ваша щечка будет прям сиять такая, переливаться даже без вот хайлайтеров там и каких-то дополнительных средств. Короче, супер вещь. Еще раз вам покажу номер, если где-то встретите. Можно использовать и как тени, собственно, чем они являются, и как румяными, как я. Так, ну состав тут, конечно, парабены на парабенах. Вообще тут полный просто список. Я не знаю, увидите, но тем, кто не заморачивается, по качеству, по цене, по вообще вот всем абсолютно параметрам, супер-супер вещь. Так, ну еще я прям долго думала, показывать вам или не показывать. У меня есть мои любимые румяна. Им вообще не знаю сколько тысяч лет. Наверное, они сохранились у меня со времен динозавров. Крышка отлетела очень быстро. Эти румяна фирмы Pupa очень быстро отлетела крышка. Думала показывать, не показывать, потому что у нас, конечно, в таком состоянии позорище вообще. Но я вам покажу все-таки, потому что у нас видео про румяна. Вот так вот выглядит. Вот такая вот кисть, кстати, очень-очень неплохая. Хотя я не любитель кистей из упаковок, там, я не знаю, с тенями или с румянами. Так, куда бы, куда бы, давайте вот сюда. Цвет очень яркий, очень интенсивный. Что мне нравится? Это такой грязный-грязный розовый цвет, который можно наслаивать и наслаивать в зависимости. Кстати, я его помню одно время, вот как бы нельзя так, да, но одно время использовала даже в качестве затемнения и скульптурирования лица. Потому что у него такой грязно-розовый цвет, и он, ну, как бы для этого, может быть, даже и подходит. Ну, конечно, это было буквально пару раз, исключительно в целях ознакомления с ним, наверное, в разных его проявлениях. Там, на лице, на одной щеке, там, на скуле, там, туда-сюда. Вот, ну, конечно, как румянами им пользуюсь. Очень довольна качеством, очень довольна ценой. Сейчас у меня вот эти остатки, я надеюсь, когда-нибудь кончатся. Я куплю себе 100% точно такого же цвета уже, ну, как бы в новенькой упаковочке, в хорошенькой. Ну, а пока до пользы это. Очень нравится качество, очень нравится вот этот необычный грязно-розовый цвет, который не часто я, на самом деле, встречаю. Несмотря на то, что он достаточно темный, его очень хорошо наносить на, значит, вот на яблочке щек, и он очень хорошо растушевывается. И, в принципе, вот такого вот явного темного эффекта он не дает. То есть, хорошо растушевывается, можно сделать еле-еле-еле такой вот легенький-легенький эффект. Так что, давайте подведем итоги. По качеству, если вас не смущает в составе, вот, кстати, в этих вот лореальских тоже там, по-моему, состав уж крайне натуральный. Значит, самые такие вот любимые, которые мне нравятся, это лореаль в оттенке, ну, видимо, 120, наверное, что ли. Вот, потом, значит, вот такие тенюшки от фирмы ВОВ номер 0113, ну и еще раз, ну и пупа моя раздолбанная, вот такая вот упаковка. Ну, номер, какой же номер-то? Опять вот какие-то прям проблемы у меня с номерами. Давайте я вам просто, наверное, покажу. Ну и подпишу, конечно, под видео, чтобы, если я найду, обязательно, чтобы вы знали. Все, как бы, вот остальное, вот эти вот подделочки, румяна буржуа, нет, конечно же. А, ну вот еще, да, неплохие вот. Ну, это такое, знаете, натуральный-натуральный, опять же таки, вот для блондинок от Ифраше. Потому что для темноволосых девушек, для девушек с темной кожей он, конечно, не подходит, потому что его еле-еле видно. И даже он, скорее, выражается не в цвете, а в каким-то таком переблескивании на лице. Поэтому, в общем, блондинки, вот прям, мне кажется, ваш-ваш вариант. Сейчас еще разочек я вам открою, покажу. Вот такой нежный-нежный такой, прям вот классный. Запаха нету. Вот, так что вот такая была моя небольшая коллекция. Собственно говоря, никаких таких особенно ценных экземпляров у меня нету. Если вам какие-то нравятся очень румяные, обязательно подписывайте под видео, мне будет полезно, конечно, как обычно это узнать. На этом все, пока.